Пятница вечера. Это новости на седьмом канале. В этом выпуске расскажем вам вот о чем. 19 идей для борьбы с коррупцией. На их реализацию выделяют до 200 тысяч долларов. Защитники воздушных просторов Украины отметят свой профессиональный праздник. В Одессе бандиты похитили бизнесмена. Преступников задержали, но под стражу они не попали. А теперь об этих и других событиях более подробно. В эфире седьмого новости мы подводим информационные итоги последнего дня июля. В студии Максима Лынов. Здравствуйте. В Одесской облгосадминистрации провели второе заседание круглого стола. Общественная антикоррупционная деятельность в Одесском регионе. Сегодня участники презентовали 19 своих идей. Самые эффективные из них финансово поддержит Международный фонд возрождения. На их реализацию выделяют до 200 тысяч долларов. Идеи оценивал и лично Михаил Саакашвили. Всего на суд экспертного совета, состоящего из представителей облгосадминистрации, одесских, львовских, киевских общественников и членов Международного фонда возрождения, было представлено 114 идей. До финала дошли 19. Проекты, которые спрямованы на поддаление коррупции, на уменьшение уровня коррупции, на сколько это можно будет сделать? Я думаю, распочнутся проекты не позже, чем конец серпня. Финансирование проектов, направленных на разрушение коррупционных схем в области, возьмет на себя Международный фонд возрождения. Под программу выделят до 200 тысяч долларов. Главная идея – разработать механизмы общественного контроля за деятельностью чиновников. Все контрольные функции должны быть у общества. Как это сделать? Это сделать так, что я думаю, что ни у кого не должно быть монополии, но общество должно контролировать, как тратятся последние деньги, которые еще остались неукрадены. Потому что если мы их проконтролируем, то потом уже заново украсть будет трудно, и денег добавится, добавится, и через какое-то время опять Украина станет богатой. Идеи антикоррупционных проектов касаются аудита деятельности государственных органов власти, вскрытия коррупционных схем, мониторинга борьбы с коррупцией со стороны той же облгосадминистрации. Уделят внимание и соответствию образа жизни чиновников их задекларированным доходом. По мировому опыту достаточно где-то 7, максимум 10 процентов промониторить вот таких вот держслужбовщих, для того, чтобы все остальные боялись заниматься коррупцией, если говорить попросту. То есть наша цель создать дискомфортные условия для чиновников, коррупционеров. Первые видимые результаты от реализации утвержденных и профинансированных антикоррупционных проектов ожидают уже в течение полугода с момента их запуска. Оформить судно или груз в морском порту теперь станет проще. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины. По новым правилам комиссии на борту судов больше не будет. Вся система контроля и документы оборот переводятся в электронный режим. Комиссии, которые состоят из 5-6 контролирующих органов, прекратят походы на суда, тем самым в первую очередь уменьшат время нахождения судна в порту и уберем коррупционную составляющую, которая всегда была присуща в этих моментах. И хоть на изменения потребуется полтора месяца, администрация портов борется с коррупцией уже сейчас. Участие в электронных торгах позволяет следить за всеми государственными закупками. У нас объявлено 317 объявлений на общую сумму 16 миллионов гривен. Экономия по результатам торгов, те, которые уже состоялись, акцептированы и получены услуги и товары, это порядка 900 тысяч гривен экономии. То есть приблизительно 10% сэкономили государственных средств. Напомню, что в Украине с 2011 года началось внедрение механизма электронного единого окна. Происходило это сначала на локальном уровне, только в Одесском морском торговом порту. Затем его начали использовать и порты Большой Одессы. Время ожидания для автомобилей с контейнерами составляет от 1-2 часов в Одессе и до 5-8 часов в Ильичевске. Ветеранам и военнослужащим ВВС Украины вручили награды, грамоты, медали и новое звание. В Доме офицеров на торжественном собрании вспоминали о победах, войне и участниках антитеррористической операции на Донбассе. Больше об этом расскажет наш корреспондент Ольга Голодова. Возле Дома офицеров собираются военные летчики, нервничают и оглядываются по сторонам. Скоро их праздник. В 2004 году военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны объединились. Через два дня отметят свое 11-летие. Это государственное святое. Оно показывает, что действительно те люди, которые выполняют завдания по охране поветренного простора, для Баткевщины они необходимы. И Баткевщина вызнает их достижения и достижения, которые есть. За время АТО погибло 32 военных летчика. Сегодня с неба продолжает сохранять целостность государства более 300 человек. Суспельство должно знать, чем занимаются сегодня поветренные силы, какие задачи они выполняют. И знать, что одесситы в том числе, что они надеянно защищены с поветрен. В актовом зале негде сесть. Среди гостей ветераны, офицеры, солдаты срочной службы. Все волнуются и ждут вступительного слова. После того, как мы победим, много поколений украинцев будут всегда разговаривать и уважать то, что вы сделали и то, что вы сейчас делаете. Дальше награждения. В списке 78 фамилий. Среди них участники АТО. Их 17. Александр Харченко находился в зоне АТО 5 месяцев. Этого времени хватило для того, чтобы заметить, как изменилась Украина. Говорит, в лучшую сторону. В свои 22 года парень знает, как защитить родину. То, что было лет 5 назад, как общество какое-то разорванное, каждый сам по себе, то на данный момент оно как-то все сплоченнее стало. Ну, для начала любить свою страну, любить то, что имеешь, знать, за что ты стоишь. Уже 2 августа в 10 утра день Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжат праздновать на пятой станции Большого фонтана. Там возложат цветы к памятнику воинам-летчикам 69-го авиационного полка. Ольга Голодова, Алексей Сорокин, 7 канал. С чего начинать освобождение пленных, так называемых ДНР и ЛНР, рассказал адвокат Андрей Лещенко. Во-первых, необходимо подать заявление о пропаже родственника в милицию и послать телеграмму в СБУ. А потом, когда, как правило, это не даст результата, можно обращаться в Европейский суд по правам человека. Сложность обращения состоит в том, что прежде нам необходимо подтвердить, что человек там не просто пропал без вести, или умер, к сожалению, или еще другие ведомости могут быть, а находится именно в плену. Мы просили людей, которые освобождались с плена, посмотреть, видели ли ли кого-либо из этих лиц. Если кто-то его узнал, это уже очень большой шанс к тому, что Европейский суд откроет производство. Организация Prison of the War, в которой работает Андрей Лещенко, подала в Европейский суд порядка 500 заявлений, благодаря чему из плена удалось освободить более 100 людей. Волонтеры-адвокаты, которые собрались под эгидой Хельсинского союза по правам человека, дали свои советы, как не попасть в западню. Если даже кому-то звонят родственникам и предлагают деньги, выкупы и так далее, ни в коем случае не давать выкупы, потому что, как правило, это мошенники, которые используют такую ситуацию с целью получения личной выгоды. То есть ни в коем случае нельзя давать кому-то деньги, ехать туда. У нас были ситуации, когда там те же родственники ехали в ДНР и ЛНР, и потом сами оказывались в плену. Пленных и пропавших ищут даже при помощи роликов на Ютюбе, на которых могут быть запечатлены люди. Недавно, благодаря появившейся в сети съемке одного журналиста, нашли сразу несколько человек. Весь этот материал собирается, чтобы затем обращаться в Европейский суд. В Одессе бандиты похитили бизнесмена ради выкупа, захватив пленника, его выездили в Киев. Через несколько дней преступников задержала милиция, впрочем, под стражу они не попали. В Приморский суд Одессы уже отпустил двоих на волю, а третий на очереди. Он может внести за себя залог. Одесский бизнесмен Анатолий Чуриш побывал в плену у бандитов. Похитили его посреди дня в кафе на поселке Котовского. Преступники выдавали себя за милиционеров. Сидел за этим столиком, отдыхал. Обычно, нормальный день стоял составать, что-то обсуждали деловые вопросы. Подошло двое мужчин, представились сотрудникам милиции. Автомобиль стоял вот в Диавео. У меня стоял там автомобиль. Посадили в автомобиль на заднее сидение. Пристегнули сразу наручник. Говорят, ребята, а в чем дело? А что наручник? Отдать мне телефон. Забрали мою сумочку, телефон, все это. Все, говорят, мы едем в главку. Похитители забрали у мужчины авто. Самого же предпринимателя сразу повезли в Киев. Там его заперли на квартире. Псевдомилиционеры заявили, свобода будет стоить 10 тысяч долларов. При заезде они закрыли мне глаза, одели мешок на голову. Не знаю, какой-то матерчик. Завели меня в квартиру. Там были решетки на окна. То есть выбраться оттуда нельзя было. Мы были заперты снаружи. На следующее утро Анатолия выкупили родственники. А через несколько дней на похитителей вышли настоящие милиционеры. Троих преступников задержали вместе с машиной бизнесмена. Один из подозреваемых оказался гражданином США. Очевидцы задержания рассказывают, прямо во время операции его пытались выкупить за немалую сумму. Приморский районный суд отпустил одного из преступников под личное обязательство. Двум другим назначили залог. Похититель американец. Деньги уже заплатил и теперь на свободе. В областной прокуратуре обещают подать апелляцию, чтобы отправить подозреваемых под стражу. По предварительным данным следователей, за ними числится еще не одно преступление. Автомобиль, который находился в розыске Интерпола, нашли в Киевском районе Одессы. За рулем БМВ был мужчина 38 лет. Автомобиль остановили по подозрению в подделке номеров кузова и двигателя. Сам водитель был в курсе, что управляет угнанной машиной. Ведомости по данному факту были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 290 Уголовного кодекса Украины. Сейчас на автомобиль наложен арест. Прием документов кандидатов на должность руководителей местных прокуратур в Одессе продлен до 10 августа. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Особый наплыв, по словам прокурора Одесской области Романа Говды, произошел после публикации в СМИ о якобы коррупционном распределении конкурсных должностей. Той инцидент, який відбувся в пятницу, який говорила про можливий розподіл обов'язків і та категорична позиція керівництва Генеральної прокуратурі і моя як прокурора області щодо дійсно прозорого і чесного конкурсу реально всколихнула людей. Якщо в нас на понеділок було 122 заявки, то в нас вже 570 заявок, навіть більше. Тобто люди дійсно повірили, вони почули, що це можливо. І кожного дня 30-40 людей реально йде на плив. Прокуратура – це один із тих органів, які саме мають боротися з корупцією. І очікування від тих прокурорів, які мають прийти сьогодні на заміну тим, що сьогодні працюють, це в першу чергу виконання от тих суспільно необхідних вимог, от тих очікувань. Тобто це боротьба з корупцією. С приїздом лідера радикальной партии України Олега Ляшко в детском санаторії Люсдорф появился ще один житель. Нардеп встречался с дітьми-переселенцами. Вот о чем говорил политик с маленькими украинцами, слушала наш корреспондент Яна Алиматова. Дружеский визит в санаторий Люсдорф нанес народний депутат України Олег Ляшко. Приїхав он не з пустыми руками, а з самими разными подарками для детей. Здесь живуть ребята із Донецької і Луганської областей. Угощення кожному ребёнку раздавали вместе з разукрашками і карандашами. А вот комп'ютер і колонки стали достоянием всіх обитателі санаторія. Але головним подарком став піс Андрій. Він дерев'яний. А зараз я хочу вам персональний подарунок для вашого санаторію подарувати. Так, це охоронець, хай він охороняє ваш санаторий. Ось цей пісок, його звати Андрій, як Андрія Лозового. Хай він охороняє ваш мир і спокій. Діти в долгу не остались. Они тоже подготовили подарки для важного гостя. Я хочу щиро подякувати за цей подарунок, за ці слова. В нашому мірі полном равнодушію. Очень важливо чувствувати, що ти просто-напросто кому-то очень нужен. Само мероприятие продлилось недолго, около часа. У дітей назначены процедуры. Сами же работники санатория довольны мероприятием. Говорят, администрація не в состоянии баловать їх даже маленькими сувенирами. А вот положительные емоції – важный процесс в их выздоровлении. У нас бывают гости разного ранга, разного уровня. Ну, вот депутат Верховной Рады – это, конечно, очень престижно, очень интересно. Нам приятно, что его это интересует. Весь коллектив, точно так же, как и дети, просто рады, что приехали и обратили внимание на наш детский санаторий. После окончания торжественной части мероприятия народный депутат сыграл с ребятами партию в теннис и пообещал им новые игровые столы сегодня же. Сдержит ли свое обещание столичный гость – неизвестно. Яна Алиматова, Сергей Чумуков, Седьмой канал. В Одессе появится первый трамвай для инвалидов. Мастера гор-электротранса собирают нестандартный вагон с пандусами и низкой посадкой, полностью приспособленный для людей с ограниченными физическими возможностями. Это будет самый удобный и самый экономичный трамвай в Одессе. Все подробности об этом расскажет наш корреспондент Юлия Федорова. До статика подходит. Да, но и как раз вот привяжется до угла каждый. Нормально. Электрик Станислав Татьенко руководит работами по сборке. Обещает, новый вагон будет вместительный и современный. Кузов привезли из Киева. А всю внутренность трамвая специалисты гор-электротранса собирают с нуля. Установили сейчас кронштейн-зеркало для того, чтобы рассчитать, что водитель мог регулировать. Трамвай собирают на базе знакомые деситами модели «Татра Т-3». Но он будет более продвинутый и удобный. Все электрооборудование разместят на крыше. В вагоне установят современное отопление и вентиляцию. Зимой в трамвае будет тепло, а летом прохладно. Четко попадает. Попадает на это? Только надо сделать шпильки. Вот как будет выглядеть такой вагон после того, как его соберут. Посадка здесь почти в пять раз ниже, чем в обычном трамвае. Чтобы спуститься или подняться, нужно преодолеть всего одну ступеньку. С помощью пандуса в вагон можно будет заезжать на инвалидной коляске. При подъезде к остановке, при необходимости, выдвигается пандус, и коляска заезжает. Будут места, где будет эта коляска укрепляться, для того, чтобы в ходу она не двигалась. В Украине такие трамваи есть только в Киеве. По словам главного инженера Горэлектротранса Александра Каташинского, это будет самый экономный трамвай в Одессе. В вагоне установят продвинутую электронную систему управления. Отопление салона будет электрокалориферами в количестве трех штук. Также будет установлено светодиодное освещение, которое тоже является экономным. Весь трамвай, по сути, выполняется на энергоэффективных и энергосберегательных технологиях. Стоимость такого трамвая – 4,5 миллиона гривен. Уже собранный стоил бы в два раза дороже. Вагон будет готов уже к осени. А вот по какому маршруту он будет ездить в Горэлектротрансе, пока не говорят. В Одесской области ребенок получил ожоги серной кислотой. В селе Дачном Беляевского района несовершеннолетняя девочка нашла сосуд с неизвестной жидкостью. Не зная, что в нем, девочка вылила опасное вещество на себя, в результате чего получила сильные ожоги. Сейчас она в больнице, а инцидент произошел на территории военной части. Ребенок пострадал. Родители сделали экспертизу. Выявилось, что серная кислота. По информации Министерства обороны, такой части не существует на сегодняшний день. Мы выехали сюда, чтобы разобраться с этим вопросом. На самом деле часть есть. Вот А-3100. Она охраняется охраной 9 человек. А вот местные жители утверждают, территория военной части охраняется плохо, поэтому дети часто попадают туда практически без проблем. Там же яблоки, там все на той территории. Они лезут еще, они ничего не могут сделать. Текают, бьют, бьют на все. Сейчас спасатели проверяют военную часть и обещают утилизировать серную кислоту, находящуюся на ее территории. Спектакли, созданные с любовью и о светлом чувстве. 1 августа в Русском драматическом театре стартует новый театральный фестиваль. Он называется «Возлюби». Гостей фестиваля ждет насыщенная программа. 1 и 2 августа постановка «Труппы может быть» под названием «История любви». 3 августа зрителям представят одноименность с фестивалем спектакля. Играют в котором шесть актеров. Это участники проектов «Дуо Зикры» и «Голос огня». Завершит программу постановка «Империя ангелов». Это была последняя информация на сегодня. Последний рабочий день июля на исходе. Я надеюсь, что вечер пятницы вы проводите в кругу родных и близких людей. Ну а мы на седьмом канале продолжаем работать. К эфиру готовится проект «Итоги недели», который моя коллега Елена Крылатова подведет уже завтра вечером. Не пропустите в 8 часов и будьте в курсе. Увидимся в понедельник. Счастливо!